а теперь вопрос почему я не сею прямо в открытый грунт а вот почему в этом году весна ранняя вот конец апреля а снега почти нет даже может быть майским праздником все сойдет в смысле 9 мая первому конечно не сойдет ну а например в прошлом году снегопады зарядили середине мая а вот здесь будут наши клумбы то есть в мае это все только растает надо будет еще подготовить поэтому рассаду выращиваем заранее здравствуйте я козлова юлия михайловна учитель географии и химии школа номер 10 города кировска и сегодня мы с вами посеем цветы за окном еще сугробы поэтому все этих мы будем в ящики возьмем пластиковые ящики и на дно постелем газету а потом заполним их землей почему мы не посеем сразу в короба мы ведь в теплице очень просто после того как появятся всходы растения надо будет вынести в прохладное место чтобы закалить школку а позже рассаду ящики землей наполнили конечно землю надо полить если земля влажная можно просто сбрызнуть сверху распылителем теперь почву надо размаркировать то есть взять линейку или любую прямую досточку и наметить будущие бороздки в которые мы будем сыпать семена на расстоянии примерно 5 сантиметров друг от друга должно получиться что-то вроде этого после того как размаркировали 7 цветы я посею виолу календулу и маргаритки конечно понадобится этикетки но об этикетках чуть позже а сейчас все им как 7 очень просто с другой стороны аккуратненько открываем пакетик не всегда он так легко открывается иногда приходится разрезать внутри обычно еще один пакетик а могут быть сразу семена открываем второй пакетик и 7 не очень густо но и не очень редко высеваем все а вот теперь этикетки не надо их писать заранее объясняю почему обычно люди заготавливают больше семян чем потом сеет если вы заранее заготовите этикетки вы будете путаться в этикетках цветах искать где соответствующая этикетка где соответствующий пакетик семян и в результате запутаетесь проще все-таки делать по-другому сначала посеяли потом посмотрели название взяли карандаш взяли этикетку и записали что у нас здесь календула сказочный принц пишем календула можно сокращать сказочный принц и да пишите лучше карандашом поставили если такого сорта у вас будет много обязательно поставьте стрелочку в какую сторону этот сорт идет потому что вы можете в один ящик поставить несколько сортов и если будет просто стоять одна этикетка вы перевернете ящик и забудете в какую сторону идет этот сказочный принц туда или туда в данном случае выбор небольшой это первая наша бороздка но вот если такая этикетка будет в середине легко запутаться поэтому обязательно ставьте стрелочку в какую сторону у вас идет этот сорт таким образом засеваем все бороздки а еще у меня есть смесь смесь календулы которая собрала с огорода я ее посею две бороздки я не знаю какая у нее схожесть да кстати схожесть можно было зимой проверить просто я поленилась это сделать о том как проверить схожесть как-нибудь сниму отдельный ролик а пока просто посеем ноготки и посмотрим что получится как подписать очень просто я сеяла смесь свою смесь так и напишу возьму этикетку и напишу своя смесь календула кал пишу своя смесь и обязательно поставлю стрелочку поставлю этикетку и поставлю стрелочку в какую сторону идет этот сорт потому что если я переверну ящик я забуду в эту сторону у меня этот сорт или в эту сторону этот сорт чтобы не подписывать каждую бороздку я просто поставлю стрелочку так мы посеяли этикетки не выбрасываем хотя хотя мы подписали наши посевы может получиться так что надпись сотрется или мы сокращали длинное название чтобы потом вспомнить что где нам пригодятся этикетки один совет если семена мелкие не засыпайте их вообще я в данном случае вообще ничего засыпать не буду я просто возьму вот это вот как следует побрызгаю а потом мы еще кое-что сделаем не надо все это накрывать полиэтиленом потому что в теплице жарко и под полиэтиленом ваши всходы просто могут свариться мы для этого придумаем кое-что другое для экономии времени я тут побрызгала вроде как немножко но на самом деле вот таким вот образом надо проливать хорошо как я уже сказала полиэтиленом мы ничего накрывать не будем иначе всходы могут просто свариться мы сделаем по другому возьмем два листа газеты намочим их в воде хорошенько намочим и положим на наши семена эта мокрая газета позволит не пересохнуть нашим семенам не надо слишком плотно ее утрамбовывать землю иначе газете просто могут прилипнуть семена и со вторым поступим точно так же и кстати через газету можно полить мы с вами сегодня посеяли цветы небольшое лирическое отступление я посеяла фиалки виолу маргаритки гвоздику посмотрю посмотрю как она здесь будет себя чувствовать и портулак эти растения не влияют друг на друга как-то особенно плохо что вообще-то бывает но не все растения такие если вы сеете в один ящик или выращиваете несколько видов растений убедитесь что они между собой совместимы и одно растение не будет угнетать другое надеюсь мое видео будет кому-то полезно ставьте пальцы вверх или вниз пишите комментарии а я желаю вам красивых клумб и красивых цветников до новых встреч до новых встреч до новых встреч